Приветствую вас. Я бы, наверное, сначала обратил бы ваше внимание на то, что вы в своем вопросе, вы в своем тексте не пишете, собственно говоря, запрос к психологу вообще. То есть вот вы не пишете, что вы хотите от психолога, что вам непонятно, какую проблему вы хотите решать, да. То есть вы просто описали ситуацию, вы ее просто обучили и, собственно говоря, все. Ну это, на мой взгляд, такая достаточно поверхностная история, потому что все-таки хотелось бы услышать от вас именно запрос. Именно запрос, именно то, что вы хотите получить от психолога. Вот, то, что вам нужно от психолога. Мне кажется, что это куда важнее, чем, ну, чем все остальное. Вот, потому что пока что не очень понятно. Вот, ну, вы пишете, что ваш мужчина от вас ушел, вот, и ушел от вас он из-за, получается, вашей ревности, вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, нужно поисследовать, в первую очередь, причины вашей такой вот ревности, да. То есть, причины вашего, ну, такого состояния, почему вы так реагировали, собственно говоря. То есть, почему вы ревновали его к друзьям. Мне кажется, это очень важная такая история, на которую вам нужно обратить внимание, потому что речь идет, на мой взгляд, исключительно здесь о вашей самооценке, о сверхконцентрировании на, собственно, музе. Вот. И, конечно же, ситуация не могла не вылиться вот в то, что сейчас происходит, да, в то, как это происходит сейчас. То есть, муч, на самом деле, чувствовал себя очень зажато, вот, муч. На самом деле, чувствовал себя очень, ну, сдавленно. Он чувствовал, что вы на него давили. Вот. И, под контролем жить тяжело. Ну, под постоянным контролем жить, на самом деле, тяжело. Вот. Поэтому, мне кажется, что вам нужно, нужно, нужно обратить внимание на причину своей ревности, на причину того, почему вы ревнуете, вот, и, соответственно, если мужчина вернется к вам, вот, ну, даже если он к вам вернется, то очень важно, чтобы, ну, чтобы ситуация не повторялась, чтобы снова и снова не было таких вот историй, что вы его ревнуете, что вы, там, не даете, что вы скандалите и так далее. Вот. А вам, вам, ну, действительно, возможно, нужно поработать самооценкой, потому что, два дня, это всё-таки не такой прямо уж большой срок. Вот. То есть, как бы, ну, он ушел. Вот. Ну, ну, он может, может, он может вернуться. И, вопрос, вопрос в том, заключается, что вы будете делать, когда он вернется. Вот. То есть, ну, ну, как вы будете вести себя в этом случае. Вот. Мне кажется, такой ответ вам можно дать. То есть, вот, всё-таки, всё-таки, обратите, обратите, пожалуйста, на это, своё внимание. Это очень важно. И дальше уже, соответственно, можно будет что-то делать. Такая, такая вот история. А, на этом всё, в принципе. Я надеюсь, что помог вам. Если, если, если вам мой ответ понравился, то буду благодарен, буду благодарен за его оценку, оценку. В качестве лучшего. Вот. Я вам желаю всего самого доброго. Я вам желаю, желаю, чтобы, ну, чтобы ваша ситуация разрешилась. Вот. Я желаю, чтобы вы нашли в себе силы и поработали, возможно, над собой и поисследовали причины того, почему вы так, ну, так воспринимали поведение вашего мужа. Вот. Вероятно, речь идёт о том, что вам не хватает интересов своих. Вероятно, речь идёт о том, что вы чувствуете себя как-то вот, ну, ненужной. Ненужной. Вероятно, вы испытываете, эм, эм, может, нега, нега, некоторые, эм, трудности. Вот. И, соответственно, так, ну, дальше вот в таком ключе можно и нужно работать и двигаться сам. Вот. На этом всё. Удачи. Всего самого доброго. На связи будем. Удачи. Удачи.